Лыжные гонки Лили, один из главных претендентов сегодня на победу, пропускавшая тур-дески и недосчитавшееся серьезное количество кубковых очков, откатившаяся аж на пятую строчку в малом зачете Кубка Мира в спринтерском зачете. И в итоге вот эта девушка Денис Херман красные майки сейчас раскатывает и, судя по всему, напрямую не отбирается в следующую стадию в полуфинал. Кикен Рэндалл и Катя Виснер, судя по всему, проходят дальше напрямую. Нет, все-таки Денис Херман, Катя Виснер фотофиниш пока требуется. Итак, Денис Херман, общее время одинаковое им ставят и Денис, и Катя. Но в итоге Херман чуть выше, чуть выше, и таким образом напрямую именно Немка отбирается. Ну а тем временем у нас на старте следующий четвертьфинал. Под номером два этой девушки, само собой, для вас работать будет в ближайший час полтора. Комментатор Андрей Раванов и режиссер Алексей Царев. В таком тандеме будем трудиться для вас, дорогие друзья. Итак, следующий состав следующего четвертьфинала. Две итальянки здесь, Финка, две немки и представительница сборной команды России. Итак, сборная команда Германии, 17-й стартовый номер. Ханна Коль только что была на ваших экранах, и старт-лист также на ваших экранах только что появился. Гайя Верик из сборной команды Италии. Четвертый стартовый номер, четвертый результат в квалификации показала эта итальянка. Грета Лорент, еще одна представительница сквадра Адзурры. Седьмой стартовый номер у нее. Мона Лиза Малвалехто, Финляндия. Четырнадцатый стартовый номер, Ханна Кольб, как вы только что видели. Семнадцатая. Наталья Коростелева, 24-е время в квалификации. И Лючия Ангер, еще одна представительница бунды Стим. Вот как раз таки она только что мелькнула на экранах ваших телевизоров, друзья. И понеслась. Старт дан второму четвертьфиналу. Наталья Коростелева, одна из тех девушек из сборной команды России. И из пяти, которая пробилась в плей-офф этих соревнований, всего шесть девушек из сборной команды России принимали участие в квалификации этого спринта. Но вот за исключением Юлии Ивановой, которая была 52-й в квалификации, все в итоге прошли дальше. Да, они с самыми лучшими показателями. Но, тем не менее, ой-ой-ой, это кто-то из сборной команды Германии. И, судя по всему, это 17-й номер Ханны Кольп. Нет, это 27-й, Лючия Ангер. Ну, судя по всему, для нее потеряна. Вы видите, что в новое место искусственный снег. И организаторы, само собой, этого не скрывали. Весьма непростое покрытие. Порядка 4-5 градусов тепла температура воздуха. Ну, а что касается температуры снега, минус 1, минус 2. Да, вполне быстрый достаточно покров. И здесь проблем со скольжением быть не должно. Выдавливают очень жестко. Грета Лоурен и Гайя Вейрик, две итальянки. Наталью Крастилеву, опытнейшую нашу спортсменку. Но я думаю, что она знает. Знает, как в свое время дать прикурить юным выскочкам из квадра Адзура. И вот по внутреннему радиусу россиянка Крастилева прорывается на вторую позицию уже. Лыжи работают очень неплохо. О нашей лыжнице и это не может не радовать. Наталья Крастилева воспользуется одним из последних шансов отобраться на Олимпийские игры. Бронзовый призер Ванкуверской Олимпиады в командном спринте сейчас на первую позицию. Вырывается вместе с итальянкой Гайя Вейрих. И пошли работать. Под каждый шаг вкатывает в этот небольшой тягунок итальянка. И тут же подключается Наталья Крастилева. Крастилева пока проблем не испытывает. Те проблемы, которые были в начале круга, которые создавали другая итальянка Грета Лоуэрент у Натальи Крастилевой. Судя по всему сейчас нет и это не может не радовать. Но вот что касается дистанционной мощной работы в подъем в небольшой. Здесь по функциональному состоянию видно, что немножко проигрывает Крастилева своим соперницам. Во всяком случае Гайя Вейрих, который возглавляет сейчас этот четвертьфинал. И снова, снова затирает Крастилеву. И тут же Кольп уже включается. Мол, Олег, кто протиснулась на вторую позицию. Ну а Гайя Вейрих отрывается. И уже небольшой просвет метров, наверное, в 10-15 метр. Сиянка на четвертой позиции пропустила вперед еще одну итальянку. Да, искусственный снежок. Набросали хорошую снежную подушку. И нужно, нужно прорываться. Но резкости не хватает на финишный рывок. Оглядываются, уже понимая, что спокойно выходит следующую статью итальянка под четвертым стартовым номером. Мол, Олег, кто небольшой сбой может стоить ей прямой путевки. Но нет, судя по всему, Мол, Олег, ты вместе с Вейрих дальше идет. Крастилева в итоге пропустила и Лоуренд, и Кольп. И финишировала только пятой. В итоге, по сути, последний. Потому что вот эта девушка, Лючия Ангер, выбыла из борьбы на самом старте, в самом начале этого четвертьфинала, попав в так называемый завал. В капкан, который подстерегает любую из гонщиков, любого из гонщиков вот в подобных локтевых баталиях спринтерских. Поэтому, в общем-то, здесь расстраиваться, конечно, есть повод, но, тем не менее, понятно, это борьба контактная, и подобное случается очень-очень часто. Тем более, обратите внимание, по сути, сама упала. Не справилась с центром тяжести, не ухватила. Не ухватила, и в итоге потеряла равновесие, улетев, слава богу, не утащив за собой никого из соперниц. И рядом была, кстати, Наталья Коростелева. Коростелева. Коростелева никуда не отбирается. Четвертьфинал, потолок, увы, для Натальи в этом сезоне пока на этап Кубка Планеты. На Кубке Восточной Европы неплохо смотрелось в тёе, но вот на Кубке Мира пока не очень хорошо складывается. Как, впрочем, и у многих наших девушек, которые, за исключением, наверное, Шиповаловой, высоко в финал не пробивались. Итак, время этого четвертьфинала 2.48.49. Первый, первый четвертьфинал был намного быстрее 2.43.87. И таким образом Виснер и Селин Брюнли имеют хорошие шансы пройти всё-таки следующую стадию, получить вакантные путёвки Лаки Лузеров. Следующий состав, ну здесь просто буквально засилие россиянок. Наталья Матвеева, Анастасия Доценко и Евгения Шаповалова. 25-й и 26-й результаты в квалификации у Доценко и Шаповалова. И Матвеева 15-е время показала. Такой и номер, естественно, имеет на груди. И среди соперниц россиянок Йенни Оверг, сборная команды Швеции. Ингвелит Флюкста Тойсберг весьма неожиданно выстрелившая в спринте на турдески и заставившая взяться за голову многих спринтеров, многих фаворитов. Прежде всего спринтерских баталий, но чувствуется, что сейчас в весьма неплохой форме находится эта норвежская гонщица. Мори Лауканин, лыжница-биатлонистка, пару дней назад гонявшаяся в эстафете женской за финскую сборную. Да, естественно, никаких там лавров не снискала вместе с своей командой. Но, тем не менее, погонялась в Рупольдинге, в биатлонной дружине, на биатлонных трассах пострелять успела. Ну и вот здесь вот уже, причем весьма неплохо выглядит на лыжных трассах, показывает 16-й результат в квалификации. И 16-й номер имея, вырываясь сейчас на одну из первых позиций, попадая в российские тиски. Российские тиски имени Матвеевой и Шаповаловой. На первой позиции Наталья Матвеева. Григорий Меньшени, наставник женской сборной России, еще в Давосе говорил, что Наталья не в самых лучших традициях находится. И, наверное, с учетом и прицелом на Олимпийские игры это хорошо. Дай бог, чтобы добрала к кавказским баталиям ту форму, которую мы привыкли введить. И сейчас по резкости, по динамике, по которой демонстрирует сейчас Матвеева. Видно, что неплохо, неплохо на текущий момент готово. Во всяком случае, лучше, нежели это было пару недель назад, а то и месяц назад. И очень здорово включается Йенни Ойберг, неожиданно в пятерку сильнейших в квалификации вошедшая. Но, тем не менее, пока на второй позиции держится. Матвеева возглавляет этот четвертьфинал. Доценка пока не видно. Одна из последних. Она идет, вот, кстати, вместе с Шаповаловой. Они замыкают этот четвертьфинал. На второй позиции Шведка. На третий Лауканин из сборной команды Финляндии. Раскатили спокойно и здесь вошли в этот поворот. Без проблем Шаповаловой. Не совсем пока хорошо дышится в этом четвертьфинале. Одна из последних. Она идет ногами. Ногами работает только не подключая руки до последнего. Это говорит о том, что за этот небольшой коротенький спуск восстановиться Женя не совсем хорошо успела. И пошли работать в этот подъем под каждый шаг. Влетает неутомимая Ингулиц Люкс Татойстберг. И действительно, она в сумасшедшей форме сейчас находит. Пошла, пошла укатывать от своих соперниц. Но отвечает. Очень неплохо отвечает ей Ени Оберг. Матвеева. Матвеева. Ой, а начало-то какое было. Прекрасное, обнадеживающее. Но пока сейчас на третьей, четвертой позиции только Наталья. И вот этот тягунь. Вновь дистанционная работа здесь. Должна играть серьезную роль. Протяжка хорошая. Тренированность. Но вот ее как раз таки не хватает Матвеевой. Увы. Зато прорывается дальше Доценко. Доценко, которой универсализм, в общем-то, для нее не чушь, само собой. И в дистанционных гонках смотрится всегда очень-очень неплохо. Ну и вот эта дистанционная наработка. Этот дистанционный опыт сказывается и сейчас. Преимуществе над другими россиянками в этом четвертьфинале. Доценко на третьей позиции. Бьется за прямую путевку вместе со шведкой Йенни. Ойберг пошли раскатывать и помощнее накатывает на финиш Доценко. И разножка где она? Чуть-чуть все-таки Ойберг опережает. Совсем на немного, на одну десятку, но опережает Доценко. И время 2.45.3. 2.45.3. Да, гораздо хуже этот четвертьфинал, нежели первой. 2.43.87. И при таком раскладе по-прежнему Катя Виснер и Селин Брюнли имеют лучшие шансы отобраться в следующую стадию. Ну а из тех девушек, которые уже финишировали, в частности и Доценко, и Матвеева, им, увы и ах, рассчитывать здесь не на что. Потому что прибавляя их секунды, у Доценко время 2.46 с копейками, у Матвеевой и того 2.47-2.48. И сами понимаете, что здесь, конечно, рассчитывать на что-то не приходится. А ведь проиграл это совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Где-то пораньше бы выйти из-за спины шведки, и, быть может, здесь бы была возможность и растянуться чуть-чуть, и выбросить шпагат своевременный. Да, разножка в современном спринте играет большую роль. Большую роль как-то в свое время не уделяли особого внимания этому. Но вот Никита Крюков своему шпагату, благодаря много соревнований, много вырвал нужных ему мест и секунд. И в итоге мы все прекрасно знаем, на что способен именно финишная разножка Никита Крюков. Недавно катался в Красногорске и наткнулся на группу юную под предводительством тренера. И вот как раз-таки отрабатывали ту самую разножку. Причем любопытно было послушать указания наставника, который говорил, что в следующий раз, наблюдая за своими гонщиками, за своими ребятами-подопечными, которые пытались выбрасывать ногу вперед, пытались делать разножку, учились только этому. Так вот, буквально доходило до такого, что в следующий раз не выбросишь ногу, аннулирует твой результат, победит твой соперник. То есть гонялись между собой на финише, буквально отрезок там 50-30 метров, финишный рывок отрабатывали. И вот с этой вот разножкой. И это правильно, потому что сейчас разножка, шпагат играет в спринте, если не ключевую, то очень и очень важную роль. Никита Крюков благодаря этому стал олимпийским чемпионом. Ну и, конечно, благодаря своему финишному рывку, но больше шпагат, шпагат, который он показал, был просто невероятен. Далее. Следующий четвертьфинал. И здесь Светлана Николаева, еще одна представительница сборной команды России. Последняя на сегодня. И с ней связаны наши последние надежды. Ида Ингимарс Доттер, Стина Нильсон, Дарья Гаязова, Ника Рейзингер, Марион Бюле и Светлана Николаева, о которой мы уже сказали. Итак, четвертый четвертьфинал Николаева на пятой. Пока позиции Бюле из Франции замыкает этот четвертьфинал. И двенадцатый номер у Дарьи Гаязовой. Дарья Гаязова, для которой, как, в общем-то, и Ивана Бабикова, текущая Олимпиада отчасти будет домашней. Гаязова, которая начинала и готовилась, естественно, в Подмосковье, практику, основную базу получила именно там. Ну, а Бабиков для него, само собой, этот спортсмен из Сыртывкара, представитель Коми. Который вот-вот должен привести, но не вот-вот, но, во всяком случае, Лени Валис и компания. Эти балагуры сборной Канады периодически поговаривают о том, чтобы приехать и поставить на уши весь Сыртывкар и все Коми. В шутку, конечно, говорят, но чем черт не шутит, зная их, зная их выкрутасы, почему бы им, собственно, этим не заняться. Так вот, для этих спортсменов, действительно, будущая Олимпиада будет едва ли не домашней. Встречать их будут, само собой, как своих. Наши болельщики в этом сомневаться не приходится. Гаязова пропускает вперед, пропускает сейчас Стину Нильсен и сборной команды Швеции, да и Ида Ингимарс-Доттер. Рослая, мощная Ида Ингимарс-Доттер вырывается сейчас на первую позицию. Второй стартовый номер у нее, второй результат в квалификации она показала. Несмотря на то, что одновременные хода используют другие, рабочим, в рабочем стиле влетает в этот небольшой тягунок Ида Ингимарс-Доттер. Гаязова на третьей позиции, Николаевой не хватает. Этот подъем, который вырубил буквально в предыдущих четвертьфиналах всех россиянок, начиная с Натальи Коростелевой, заканчивая Матвеевой и Шаповаловой, Доценка еще более-менее выдержала эту пытку этим подъемом. Но вот что касается остальных, конечно же, очень и очень тяжело они смотрелись в этот подъем. И Светлана Николаева на последней позиции сейчас пропустив вперед представительницу Словении Нику Резингер. И здесь, увы, для нас тоже, судя по всему, все заканчивается четвертьфиналом. Рассчитывать на попадание, на прямое попадание не приходится. Ну а две шведки спокойно, без проблем разбираются и разбирают две путевки в следующую стадию. Две прямых путевки Ида Ингимарс-Доттер и Стина Нильсон. Результат этого четвертьфинала несколько быстрее, нежели предыдущий, но тоже рассчитывать по большому счету девушкам, а именно Дарьи Гаязовой и Марион Буэле, не на что. Потому что первый четвертьфинал 2.43 с копейками был быстрее, был быстрее и быстрее намного. Поэтому результат Гаязовой 2.45 и 2.32, прошу прощения, 2.45 и 32. Но что касается результатов лидеров, то здесь, конечно, 2.44 из 2.45 и у Виснар, и у Селин Брюнли. Поэтому тоже рассчитывать, конечно же, не на что. Итак, Ида Ингимарс-Доттер, Стина Нильсон, Дарья Гаязова, Марион Буэле, Рика Рейзингера, Светлана Николаева. Таков состав итогового финального протокола четвертого забега в четвертьфиналах. Следующий, последний четвертьфинал на сегодня у девушек. Состав его следующий, Лорен Вандерграф, представительница Швейцарии, Хана Фальк, Швеция, Ален Куцебашек, Словения, Катрин Рольстед Харсом из Норвегии, Софи Колдуэлл, Соединенные Штаты Америки и Хана Эриксон, сборная команда Швеции. Любопытно, что приехала сюда поучаствовать Юстина Ковальчик, которая вроде бы заявлялась на турдески, но в итоге из-за невероятной оттепели, аномальной оттепели, что подвигло организаторов поменять программу многодневки, заменить классические мастарты, классические гонки коньковыми спринтами, это повлияло на решение Юстины в итоге завершить досрочную многодневку и таким образом выкатить красную дорожку к вершине Альпи-Дичермис сборной команде Норвегии во главе с маленьким генералом Терезой. Йо Хаук, так оно и случилось, впервые в истории Йо Хаук и компания, точнее норвежские лыжники отпраздновали победу в многодневке турдески, которая долго, очень долго им не покорялась. Ну, так или иначе, те девушки, которые участвовали в многодневке и те, которые приехали сюда, по-разному себя ощущают. Та же Мейкин Каспар Санфаула, которая у Кикен Рэндалл выигрывала из последних шести коньковых спринт в одну, спринтерских гонок и еще одну выиграла Марит Бёрген, ну а четыре победы из шести одержала как раз-таки Кикен Рэндалл, главный претендент сегодня на самые высокие места. Так вот, Мейкин Каспар Санфаула вылетела, только в третьем, в четвертом десятке она оказалась, как и, в общем-то, Юстина Ковальчик, неправившаяся в плей-офф, ну и ряд других гонщиц сильных, которых мы привыкли видеть среди 30 сильнейших по итогам квалификации и среди участниц плей-офф. Но вот так вот, так распределился жребий, учитывая и искусственный снег, и не самые приятные погодные условия. Тем не менее, недалекая многодневка турдыски тоже ударила по функциональному состоянию девушкам, которые приехали сюда. Денис Херман, участвовавшая там красномаечная немка, перехватившая лидерство в малом зачете Кубка мира, тоже видно, что выглядит не самым лучшим образом, и результат ее 15-й в квалификации говорит именно об этом. И неспособность атаковать на финише, резкость показать, которую она может, также свидетельствует именно о подобном не самом лучшем состоянии. Ну что, здесь у нас все понятно, Лорен Вандерграф на второй позиции очень спокойно идет, контролируя эту гонку, атаковать из-за спины всегда проще. Ну а Ханна Фальк тащит на себе эту внушительную компанию. Небольшой тягунок не самый сильный, но тем не менее, бьет по мышцам, по функциональному состоянию очень и очень сильно. Но Ханна Фальк очень здорово, очень здорово готова, и это видно. Ну, кстати, Лорен Вандерграф тоже не лыком шито. На третьей позиции пытается, во всяком случае, Софи Колделл выскочить среди американок. Кстати, на этом этапе только Софи Колделл и Кикен Рэндл пробились в плей-офф. Хотя предыдущие этапы, если вы помните, что коньковые, что классические, спринтерские, буквально засили американок было. И этим представительницы звездно-полосатых немало напугали других спринтеров, других лидеров и другие сборные. Такая стабильность всей команды действительно пугала. Но вот на этом старте здесь, в Чехии, в новое место подобного засилия нет. И вот Софи Колделл пытается, пытается протиснуться дальше. Лорен Вандерграф пошли биться за две вакантные путевки. И в следующую стадию Ханна Фальк. Или же все-таки Лорен Вандерграф. Вандерграф вместе с Харсом. Фальк только третья. Колделл четвертая. Это 2.46. Ну тут фотофиниш, не фотофиниш. Ни Фальк, ни Колделл никуда не проходят. Фотофиниш разве что для успокоения собственного, для успокоения совести. И для того, чтобы понять, кто из них все-таки был выше. Для личных амбиций. Но не более того. В следующую стадию у нас в качестве Лаки Лузера пробиваются Катя Виснер и Селин Брюнли. Это уже абсолютно точно. Самый быстрый финал, четвертьфинал, был во главе с Кикен Рэндалл. Пожалуй, главным претендентом из этой кампании, пробившейся в плей-офф на победу сегодня. Кикен Рэндалл, для которой в этом сезоне пришел и первый классический подиум в спринте. Но, конечно, для нее, ее стихия это коньковый спринт. И, как я уже говорил, из шести последних коньковых гонок она выиграла четыре. В двух других показала вторые результаты, уступив, соответственно, Марит Бьорген и Мэйкен Касперсон Фалла. Да, Катя Виснер и Селин Брюнли напрямую также выходят в качестве Лаки Лузеров. Ну, а что касается последнего четвертьфинала. Лорен Вандерграф, Кэтрин Ролстед Харсен. Швейцария и Норвегия, соответственно. Колдуэл Фальк никуда не выходит. Себашк пятая. Ханна Эриксон шестой результат показала. Ну, а у нас готовится к старту мужчины. Сильная половина лоджигоночного мира. В данный момент спринтерская. Спринтерский полностью спринтерский этап в Чехии, в Ноденесто. Первый день индивидуальные спринты коньковым стилем. Ну, и, в общем-то, это первый. Первый этап из трех перед Олимпиадой. Такая, так называемая, старт-прикидка. Одна из последних прикидок перед Олимпиадой. Все эти спринты индивидуальные, которые будут далее, и в Шклярском-Порембе, и в Тоблохе, все они будут свободным стилем. И лишь завтра будет коньковый стиль, классический стиль командный спринт. Ну, и ряд других тоже гонок. Сергей Устюгов на ваших экранах. Вот это человек, который сегодня заставил взяться за головы многих специалистов. И норвежских, и итальянских, и швейцарских, которые традиционно гоняются в спринте. И ни одну собаку съели на подобных баталиях. Так вот, Сергей Устюгов привез в спринте на километре и шестистах метрах второму в квалификации практически четыре секунды. Три с половиной. Это просто пропасть. И это человек, который сегодня выступает, по сути, в другой лиге. То есть человек из премьер-лиги, и вдруг неожиданно попал в первый дивизион, пытается там таким образом поставить на место выскочек, которые находятся рангом ниже. И сейчас очень мощно, очень здорово, очень дерзко себя ведет Сергей Устюгов в этом четвертьфинале. Вместе с ним и Николай Марилов. Здесь выступает 21-й стартовый номер, 21-й результат в квалификации. Улови Генхаттестад, Андерс Глоерсен, Антон Линблад и Харальд Вюрм из сборной команды Австрии. Сергей Устюгов. Примерно в той же манере, что он и проводил, и выигрывал спринт коньковый в Красногорске. На Красногорской лыжне буквально пару недель назад. Очень спокойно, очень мощно, вот такими же мощными прыжками, разрывая буквально бороздя. И без того скудную снежную подушку в Московской области. Да, снежок только сегодня пошел, в ближайшее время обещают нам, наконец, зиму нормальную. Это к радости любителей лыжных гонок и вообще лыжных прогулок. Но вот Сергей по этому рыхлому, зернистому, мокрому снегу показывал феноменальные секунды. И равных ему не нашлось. Дистанционщик в очередной раз универсал поставил на место спринтеров, отправив их за свою спину. Уловиген Хаттестат на пока последней позиции Андерс Глоэрсен, который так здорово выглядел в Давосе. И сейчас, сейчас пытается также утащить вместе за собой и Харальда Вюрма из Австрии. Устюгов, Устюгова не затоптать, спокойно стоять. Так, по палкам, по лыжам начали биться. Устюгов вырывается, протискивается. Ой-ой-ой, буквально ветер, буквально воздух просочился. Ну а Вюрму сломали палку и некому, некому тренера только здесь стоят. Некому дать ему запасной инвентарь. Пошел очень мощно. Под каждый шаг вламывать буквально. Палки у него сгибаются в дугу. И вы посмотрите, как в этот подъем ускакал от своих соперников Сергей Устюгов. Феноменальную готовность он демонстрирует вот в этот отрезок времени. Честно сказать, хотелось бы, чтобы подобное было в его исполнении на Олимпиаде, куда он отобрался. И не хотелось бы, чтобы этот пик был у него сегодня. Но сейчас он лидирует в этом четвертьфинале и выигрывает очень здорово. Да, может быть, ему стоило поберечься. Может быть, с прицелом на Олимпиаду. Может быть, с прицелом на следующие сезоны. Потому что он совсем юный. И, по сути, у него-то все еще впереди. Но вот для него он, в общем-то, действительно хочет быть ярчайшим метеоритом, наверное, нежели вечной, но сонной планетой. И это как раз-таки про Сергея Устюгова, напрямую отобравшегося в полуфинал. Никита Крюков, лидер спринтерского зачета Кубка Мира на ваших экранах. Никита Крюков, который, как и многие лидеры, пропускал турдески, само собой, по абсолютно объективным и понятным причинам. Тем не менее, переоделся в красное. И сегодня именно в лидерском биве будет выступать. Пробился он в плей-офф из квалификации с 27-м. Первым результатом проигрыш Устюгова был просто катастрофический. Но, по сути, этот проигрыш был катастрофическим у всех. Начиная со второго по тридцатые результаты ребят, которые показали именно эти времена. Со второго по тридцатые результаты гонщики уложились примерно в 3-4 секунды. То есть, разброс вот такой вот мизерный. Но, что касается Устюгова, который приволок целую авоську, что называется, секунд своим соперникам, этот человек сегодня, как я уже сказал, выступает в совсем другой лиге. Состав следующий, кстати, по поводу Марилова. Марилов на третьей позиции финишировал в предыдущем четвертьфинале. 2.54.95. Время Устюгова запомним на всякий случай с прицелом на лаки лузерства Николая Марилова. Итак, Жерено из сборной команды Фрации. Эрик Брансдал, Роман Щад, Анси Пенсинин, Вегард, Бьеркрем, Нильсен и Никита Крюков. Никита Крюков, для которого свободный стиль стал своим только в прошлом сезоне, пока на последней позиции. Но этому парню тактических выкладок не знать ли. И для него, конечно же, принципиально пройти вот следующий мощный и очень изматывающий подъем. Ну а тут кто-то, видимо, Щад, я так понимаю, зацепился за оградительную фишку и в итоге оказался на последней позиции. Просвет небольшой поймал. Эрик Брансдал, Эрик Брансдал, некогда лидер общего зачета Кубка мира, как раз-таки до злосчастного для него, до воскового этапа. Очень опасно. Никита Крюков небольшой просвет поймал. Вот-вот этот спуск закончится и пойдут вкатывать в небольшой тягунок. Никита в ногами подкатил, как здорово, включил вовремя ноги, пошел под каждый шаг работать норвежцы. Прорываясь по внутреннему радиусу, на первой позиции трудится Эрик Брансдал. И тут же Вегард Бьер Крюм Нильсон и к нему подтягивается. Брансдал седьмой результат у Нильсона, 24-й вдвоем. Никита просочился по внешнему, по дальнему радиусу уже на третью позицию. Отодвигает на четвертую француза Рено-Же. Ну, как всегда, Крюков, опытный тактик, опытный стратег. Да, чуть-чуть ему не хватает, но подработал, подработал, подпрыгнул немножко здесь. Молодец! На внешний радиус выскочил, не дает ему француз втиснуться. Но и без этого Никита знает себе, куда идти. И уже на второй позиции россиянин. Лучший спринтер современности. Следом за Эриком Брансдалом. Экс-лидер Кубка Мира текущего. И лидер бьются за первые две путевки в следующую стадию полуфинал. И пока у Никита Крюкова есть небольшое преимущество. Резкость, резкость нужна твоя олимпийская Никита. Пошел! Вот она, родимая. И брау Никита. Не рановато или нет, не рановато. Бросил Никита на второй позиции. И четыре десятых уступил он. Брансдал лидер. Же и Нильсен будут определять, кто из них лучший по фотофинишу. Но, судя по времени Сергея Устюгова, Устюгов разогнал свой четвертьфинал, естественно, опять до каких-то заоблачных секунд. В итоге 2.54.95 у Устюгова, у Брансдала и компании 2.56.54. Же Рено будет рассчитывать на путевку в качестве Лаки Лузера, но здесь и Марилов его обходит, и, судя по всему, Антон Линдблот. Да, так и есть. И пока Же и Нильсен никуда не попадают. Ну, а Никита какой красавец. Какой умница. Отработал просто гениально. Со старта пропустил их вперед. На, те, детские ребята, рубитесь, бейтесь, ломайте себе палки. А потом на подъеме, на том самом ключевом отрезке, где провалился не один спортсмен уже в этих четвертьфиналах. Атаковал, выскочил на вторую позицию и спокойно финишировал вот с этим парнем Рожеволосым Эриком Брансдалом. И напрямую вышел в следующую стадию. Вот так. Браво, Никита Крюков. Несмотря на то, что статистика коньковых спринтов для него весьма неприятная, но, тем не менее, пытается. Пытается ее активно, активно исправить. Никита Крюков, для которого коньковые спринты на подиуме он был дважды. В Рыбинске в 2011 году, в 2010 году. И в 2012 был в Кенмаре. Также тройку сильнейших в городском спринте попал. Алексей Бедухов, еще один представитель сборной команды России, только что был на ваших экранах. Пятый стартовый номер, пятый результат в квалификации. Кико Пелле, Федерико Пеллегрино, Италия. Шестой результат. Мартин Бергстрюм, Швеция, пятнадцатый номер. Йозеф Венцель, шестнадцатый. Семен Хэмилтон, двадцать пятый и двадцать шестой Петер Кюмель. Семен Хэмилтон, много вопросов по поводу него возникло после невероятной победы в Ливенскарне на этапе Кубка мира, естественно, Турдески. На одном из этапов Турдески. И многие задавались вопросом, калиф ли это на час, вспышка ли это мимолетная, сиюминутная, или все-таки это начало стабильных результатов, вплоть до тех, что показывает Энди Нью. В любом случае, в любом случае, пока говорить о том, что это будущая звезда спринта рано. Алексей Бедухов, как и Никита Крюков, пока в том же стиле, в той же манере ведет борьбу в этом четвертьфинале. Федерико Пеллегрину на второй позиции, Йозеф Венцель возглавляет из сборной команды Германии этот забег. Петухов. Петухов, лечившийся очень долго, залечивавший, закачивавший спину в межсезонье, долго-долго он физиотерапевтами общался и физиотерапию, ни один курс прошел. Но дай бог, чтобы все было нормально со спиной. И, судя по всему, в этом сезоне действительно удалось избавиться от этой проблемы. Пока от функционального пика далек Алексей. Но, тем не менее, впереди еще есть время целый месяц до Олимпийских игр. Другое дело, попадет ли туда в индивидуальный спринт Алексей Петухов. Потому что одна путевка за Сергеем Устюговым уже. Вторая путевка вакантная остается пока. И плюс еще путевка по решению тренерского штаба. Три спортсмена всего будут претендовать именно на эти путевки. Но другое дело, кого уже поставят на Олимпийских играх, здесь уже тоже решение тренерского штаба по состоянию на текущий момент. Хотя данный этап не входит в число отборочных по тем заявленным, которые были оглашены Федерацией Лыжных Гонок России. Но, судя по тому, сколько спортсменов выполнили норматив, я думаю, что отчасти и на него будут тоже смотреть представители и главы Федерации. И Алексей Петухов проскочил, как здорово. Проскочил вновь этот подъем. Здорово воспользовался хорошим скольжением лыж. И в эту калиточку на внутреннем радиусе пошел Алексей. Не пускает его здесь Федерико Пеллегрино, но гораздо мощнее Медведь Российский. И очень здорово он прокатывает в этот подъемчик и его окончание. Петухов пошел еще пару петель и на финиш будут выкатывать. Да, Марилов и Линбланд, пока претенденты на путевке в следующую старию в качестве Лаки Лузеров. Петухов отработал здорово. Кико Пелли на второй позиции. Один поворот и на финишную прямую будут выкатывать Петухов. Все мы помним сезон 2008-2009. Как он тогда финишировал? Искры только летели из-под пяток у него. И вместе с Николаем Мариловым они творили и тогда невероятное. Петухов в полуфинале. Это здорово. Результат 2.59. Ой, какой медленный четвертьфинал-то получился. Но, тем не менее, это не может нас не радовать, учитывая, что на третьей позиции в первом четвертьфинале у нас ждет в своей очереди Лаки Лузерская Николай Марилов. И это очень здорово. Хотелось бы, чтобы дальше прошли наши ребята как можно в большем количестве. Алексей Петухов. Браво, браво, Алексей Петухов. Николай Крюков занимает он первую позицию в этом четвертьфинале. Чуть-чуть опоздал со стартом, но, тем не менее, в подобных баталиях, и посмотрите, как здорово, стартует в таком неком классическом стиле Кикко Пелле. Федерико Пеллегрино заряжая полностью обе ноги, пружиняя. И это добавляет ему дополнительную амплитуду при скольжении, дополнительный резонанс. Никита Крюков в подобном же стиле одновременными ходами всегда стартует. Итак, на текущий момент мы имеем в полуфинале Никиту Крюкова, Алексея Петухова и пока потенциально Николая Марилова. Судя по прогрессу женскому, я думаю, что есть большие шансы у Марилова пробиться дальше. Далее, далее. Вот этот молодой человек из сборной команды Соединенных Штатов Америки Энди Ньюилл возглавил протокол из тех гонщиков, которые сегодня выступают в первом дивизионе, потому что Высшая Лига отдана во владение одного единственного гонщика, представителя сборной команды России Сергея Устюгова. Так вот, Энди Ньюилл меньше всех проиграл россиянину Ханты-Мансийцу 3,5 секунды. Второй результат в квалификации у него. Симон Берсон, сборная Швеции, девятый результат. Йохан Един, еще один швед, двенадцатый. Йори Кинши, Швейцария, девятнадцатый. Теодор Петерсон, Швеция, двадцать второй. И Серил Миранда, двадцать девятый. Стартовый номер, Серил Миранда, вот вы видите, так, фальстарт. У кого-то был фальстарт, следующий подобная выходка и дисквалификация. Любопытно. Теодор Петерсон, судя по всему. Ага. Рановато, рановато пострел шведский вылетел. Теодор Петерсон с нервишками пока не все в порядке. В общем-то, как с результатами. Кстати, Эмиль Йонсен, который также пропускал тур дески, готовился специалом на Олимпийские игры. Сюда приехал поучаствовать. Но вот какие-то проблемы у него с коленом возникли здесь прям буквально перед стартом. Хотя рассматривали его в качестве одного из главных претендентов на победу. Имеет семь побед в активе на этапе Кубка Мира в спринте. Ровно столько же, сколько у легендарного Тура Арны Хэтланда. И если бы сегодня вышел на старт и победил, был бы самым боевитым, самым титулованным в этом отношении спринтером. Но вот некие проблемы возникли с коленом у Эмиля Йонсена. И решил поберечь себя. И, наверное, правильно сделал. Аж три шведа у нас в этом четвертьфинале. Симон Персон, Йохан Един и Теодор Петерсон. Персон, кстати, тоже юный шведский спринтер. Подрастающий, подтягивающийся к Петерсону и Йонсону. Так или иначе, в локтевой борьбе, несмотря на то, что вроде бы новичок в мировой элите, далеко, далеко не дебютант. И в любой момент может поставить так жесткий локоть, что мало не покажется любому сопернику. Энди Ньюэл. Сборная США возглавляет сейчас этот четвертьфинал. Второй номер на первой позиции трудится. Очень мощный вкатывает в этот подъем. Мэнди Ньюэл подхватывает этот же темп Теодор Петерсон. В квалификации не все у него получилось, но, тем не менее, сейчас видно, что весьма неплохо себя чувствует. Хотя выводы хотя бы на этот четвертьфинал можно будет делать вот после этого подъема, который сейчас начали вкатывать спортсмены. И пока... Нет, не этот, даже следующий, этот небольшой подъемчик, который вполне спокойно должны проходить и проходят лыжники. Вот следующий, следующий, да. Следующий Тигун будет очень серьезно бить по печени всем участникам этого четвертьфинала, как и участникам других четвертьфиналов. Мы это уже неоднократно видели. Тем не менее, по-прежнему дают спокойно тащить на себе и лидировать Энди Ньюэллу в этом четвертьфинале соперники. Теодор Петерсон на второй позиции, два других шведа в пятом-шестом. Четвертым-пятым сейчас идут и Персон, и Един вот прорывается. Пытается, во всяком случае, протиснуться дальше. Иохан Един чем-то напоминает по манере, да и по своей конституции Еспера Модина, этого исполина шведского дистанционного. Ну, хотя и в спринте периодически показывал же плохие результаты. Во всяком случае, в одиннадцатом году в Осло финал пробился, правда, на этом его успехи там и закончились. Пошли работать! Петерсон! Петерсон, естественно, мощнее чуть-чуть смотрится, и рычаг у него побольше, и спину подключает вовремя. Но вот что касается Ньюэла, ему гораздо тяжелее в этот подъем вкатывать одновременными ходами, нежели тому же Тео Петерсону. Тео Петерсон, пару зигзагов и финишная прямая. Петерсон на первой позиции, Ньюэлл на второй. Един, един на третьей позиции, и Серил Миранда выскочил. Хотя, посмотрите, был он где-то пятым-шестым, буквально еще на втором отрезке этого круга. Пошли разбираться за прямые путевки. И как-то скованно себя чувствует, но нет, включился вовремя Тео Петерсон. И един, судя по всему, или Миранда? Нет, все-таки Миранда. Миранда выходит дальше, един будет ждать результатов, но 2.58 до результатов неудержимого Сергея Устюгова и этим ребятам, как до канадской границы. Таким образом, по-прежнему, одними из главных претендентов на попадание в следующую стадию являются россиянин Николай Марилов и швед Антон Линблот. Петерсон выигрывает, Миранда второй, един третий, Ньюилл только четвертый. Хотя, как здорово и классно провел, в принципе, весь этот забег. Йори Кинши пятый, Симон Персон на шестой позиции. Отставание гигантское. Ну а Тео Петерсон, несмотря на не самый лучший результат, в квалификации доволен, счастлив. Победа в четвертьфинале. В 12-ти сильнейших он уже путевку себе застолбил. Ну и будет пытаться отстаивать честь. По сути, в одиночестве, Мил Йонсон, как я уже сказал, никуда не пробился. Точнее, не вышел на старт даже в квалификации. Последний четвертьфинал на сегодня. Как у мужчин, так и у девушек, естественно. Впереди у нас полуфинальные баталии. И вот его состав. Марти Юля, сборная команда Финляндии. Антон Гафаров, Ханты-Мансийск, Россия. Берхард Ритшер, Австрия. Калач-Батько, Казахстан. Мачей Старига, Польша. И Финн Хаген Крог. 28-й результат у Хагена Крога в квалификации. Далекое время. Финн Хаген Крог, для которого буквально в начале сезона стерились только соломы. В плане потенциального лидерства в малом зачете Кубка мира. И в плане потенциального претендента на постоянный подиум в кубковых баталиях. Но так или иначе, пока у него лишь два финала в активе в этом сезоне. И не более того. Финн Хаген Крог, дарование юное норвежское, пока не может разбежаться так, как от него ожидают. Прежде всего в сборной Норвегии. И, конечно же, главные специалисты лыжебежного мира. Так, с Чебатько какие-то проблемы возникли. Старт как-то он неудачно провел. Стартовую поляну прошел. Но, тем не менее, быстро подкатил Старига на пятой позиции. На четвертой сейчас работает Антон Гафаров. Антон Гафаров, для которого... По сути, все уже было решено в плане олимпийских претензий. И еще в Каусама, где он стал вторым и отобрался в командный спринт. Но вот, судя по тому, какие составы выбрали в Асиагу, весьма похожим по тому состоянию. Весьма влажный был Асиагу на тот момент. Сырой снег. И в какой-то степени можно было провести параллели с Сочинским кругом. Но за исключением, конечно же, рельефа. Только в плане климатических условий и погодных условий. Круг и рельеф, само собой, в Сочи один из самых сложных, в принципе, в мире среди лыжегоночных трасс. Так вот, Антон Гафаров застолбил за собой место и позицию в спринтовской эстафете. Но вот решили попробовать тандем традиционный, достаточно и ожидаемый. Которому, по сути, уже еще в Ванкувере надели на шею золотые медали спринтовской эстафете. Это Крюков и Панжинский. И в итоге четвертый результат показали наши ребята. Завтра будет примерно такая же ситуация. Хотя, здесь любопытно было бы посмотреть на дистанционный дуэт. В частности, может быть, дать возможность выступить тому же Марилову с Устюговым. Марилов готовится к дистанционной командой уже с третий сезон. Третье межсезонье провел. Ну, а Устюгов универсал и в дистанции себя чувствует классно. Вот любопытно было бы на них посмотреть, потому что многие склоняются к идее, что, в общем-то, именно дистанционщики должны выступать в командной эстафете на Олимпиаде в Сочи. И опять-таки состав следующий из спринтеров Никита Крюков и Панжинский, либо, скорее всего, будет состав Крюков-Гафаров, поскольку Панжинский не пробился плей-офф. Гафаров сейчас на четвертой позиции, выкат, выкат еще два виража и будут разрубаться за путевки Марти Юля. Марти Юля, выигравший квалификацию в Довосе, но в итоге ставший вторым в коньковом спринте в Швейцарии, пока на первой позиции идет следом за ним. Ой-ой-ой, спокойно не падать. Ой, показалось, что Антон Гафаров завалился, но нет, все в порядке, на внутренний радиус выскакивает. Выскакивает Гафаров и включаться здесь нужно на самую крайнюю лыжню, что он и делает. Марти Юля занимает вторую, от края пошли зарубаться Гафаров, где спринтовский финиш, где чемпионские секунды на туре. На спринтовском туре я напомню, что Антон Гафаров некогда имел лучший результат и мировой рекорд на 100-метровке лыжегоночной, установленной в 2012 году на спринтуре в Югорске. Но потом у него отобрали норвежцы, если не ошибаюсь, кто-то из норвежцев. Но в итоге Гафаров четвертый, 2.56, вот это уже что-то близко, что-то рядом, потому что результат Устюгова 2.54, но в итоге дальше проходят... Да, Марилов и Линблот. Антон Гафаров, к великому сожалению, вылетает. И что мы имеем? Устюгов, Марилов, Крюков, Петухов. Четыре россиянина в полуфинале. Четыре россиянина из 12 претендентов на самые высокие места. И это не может нас не радовать. Антон Гафаров, увы и ах, но в итоге только четвертый был в своем четвертьфинале. И заканчивает борьбу на текущий момент. Ну а у нас следующий в программе пункт. Это, естественно, полуфинал. Первый полуфинал у девушек Гая Вейрих. Сборная команда Италии. Кикен Рэндл, США. Йенни Ойберг, Швеция. Мона Лиза, Малу Олегто. Денис Херман, Германия. И Катя Виснер. Сборная команда Словении. Победительница квалификации. Первый полуфинал у женщин выглядит именно таким образом. Россиянки, я напомню, не пробились. Пять россиянок в итоге отобралось из квалификации в плей-офф. В четвертьфинал Коростелева, Матвеева, Доценко, Шиповалова, Николаева. Но в итоге ни одна из них не сумела пробиться в полуфинал. Юлия Иванова не сумела преодолеть сит квалификации. Пятьдесят второй результат среди стартовавших. И в итоге закончила борьбу уже на самом старте. Хотя все мы помним пару сезонов назад, как здорово Матвеева выглядела в спринтерских гонках. Но вот на текущий сезон, на текущий момент, пока не все получается у нее. По сути, хороший универсал и лучший спринтер два сезона назад, поскольку и у Матвеевой были проблемы, и у Шиповаловой определенные сложности возникали. Так вот на тот момент Иванова была лучшей в нашей команде. Не только, кстати, в дистанции, но и в спринте. Но вот болезнь, которая постигла ее на старте предыдущего сезона, пропустила пару недель, которые выбили ее из Калинина на протяжении всего сезона, не могла прийти в себя. И в этом сезоне пока тоже на те рельсы гоночные, мощные, на которых она выступала, по которым катилась два сезона назад. К сожалению, Юля пока встать не может, выкатиться на них. Но, тем не менее, месяц до Олимпиады. Желаем ей добрать те кондиции и выйти на тот формулу, которую она может показывать, и которую мы все от нее ждем, которую она должна в любом случае демонстрировать при определенных объективных обстоятельствах. Денис Херман, красная майка лидера, на последней пока позиции. Посмотрим, чем ей аукнется в этом полуфинале участие в изматывающей многодневке турдески. Хотя, понятно, Денис Херман после спринтерских баталий зачехлила. Зачехлила свои лыжи. Ой-ой-ой-ой-ой, лидер квалификации после, победитель квалификации Катя Виснер падает. И для нее, судя по всему, этот спринтерский день закончен. Закончен Кикен Рэндалл на первой позиции. Гая Вейрих, которая так дерзкая и, может быть, даже нахально в отношении россиянок провела четвертьфинал, сейчас на второй позиции идет. Кикен Рэндалл, Кикен Рэндалл, потерявшая массу кубковых очков и откатившаяся на пятую строчку в малом зачете Кубка мира, готова сейчас красную майку лидера вернуть себе. Хотя для этого, конечно, ей нужно насобирать максимум очков. И для этого должна Херман откатиться очень-очень далеко. Желательно не попасть даже в финал. Но пока Херман на третьей позиции идет о прямой путевке, сейчас речи не идет. Хотя, как знать, может быть, спурт финишный включит сейчас на решающий прямой Денис Херман. И за счет воспользуется вакуумным мешком и подкатит. Как раз-таки из-за спины будет атаковать Вейрих. Что и делает. Пытается, во всяком случае, Денис Херман. Но нет, не получается. Вейрих ее не пускает. Рэндалл и Вейрих напрямую в следующую стадию в финал. Главный забег дня. Херман ожидает результата второго полуфинала. 2.44. Но, судя по тому, что Кикен Рэндалл сегодня разгоняет свои забеги очень-очень хорошо, у Херман есть шанс пробиться в следующую стадию в финал. И там побороться. Побороться за самые высокие места. Но победа вряд ли ей сегодня светит. Учитывая, в какой форме находится Кикен Рэндалл. И отпраздновать победу впервые за 13 лет. Я напомню, что сборная Германии в спринте последний раз, если я не ошибаюсь, в 2001 году в гармиш Пантеркирхене. Нынешняя биатлонистка Эви Захенбахер Штилли приносила золотую награду на этапах Кубка мира своей сборной. Больше с того момента немки на вершине спринтерских баталий не оказывались. И Денис Херман, во всяком случае, в этом сезоне заявки эти делает. Стремится? Отчаянно стремится к этому? Получится или нет? Большой, большой вопрос. Полуфинал номер 2. Третий стартовый номер Лоурен Вандерграф. Второй стартовый номер Иден Гимарс Доттер. Шестерка на Бибиэм у Инглиц Люкстадт Ойсберг. Девятка Устины Нильсон. Восемнадцатый номер получила Катрин Рольстед Харсен. И двадцать первый на ваших экранах Селин Брюнли. Ойсберг и Брюнли отдуваются за всю сборную Норвегии. Ну, Харсен тут тоже юная, еще выскочила непонятно откуда. Но пока Ойсберг и Брюнли, на них все ставки сделаны в норвежской сборной. Марит Бёрген, само собой, пропускает этот спринтерский этап. Что касается Мейкин Каспар Сенфалы, одного из лидеров спринтерской сборной женской Норвегии, то она никуда попасть не смогла. Вместе с Юстиной Ковальчик они закончили свое выступление на стадии квалификации. Юстина Ковальчик не попаданием в плей-офф. Сегодня доказала, что решение, в общем-то, ее сняться с многодневки и не мучить себя, учитывая, сколько коньковых гонок там было, было правильным. И сохранила силы, поучаствовала в различных баталиях, очень неплохо выглядела, как, в общем-то, и шведы, которые не приезжали на многодневку, на Кубке Скандинавии выступали. Кстати, Маркус Хельнер, сюда приехавший, не пробившийся из квалификации в плей-офф, показал далекий результат, в пятом десятке только. И тоже, кстати, пока форма у него не самая лучшая. О чем можно говорить? О том, что шведы, как всегда, очень тонко, очень грамотно подводятся к Олимпийским играм в Сочи. Вот где-где, а там они своим соперникам пригурить дадут, и в этом сомневаться не приходится. Норвежцы, которые выигрывают, Магаднев, впервые в истории, Маркин Йонс Рудсунбю, который возглавляет общий зачет Кубка мира, выигрывая различные гонки в начале этого сезона и, безусловно, претендующие на звание открытия текущего года. Ну, их-то помнет и, естественно, Маркус Хельнер, да и Хальверсон. В спринте попытается оказать конкуренцию. Словно чертики из табакерки выскочат. Я не сомневаюсь в этом. И рослый, могучий Еспер Модин, и появится не менее рослый Дани Рикардсон и, конечно же, Олсен, хотя получившие вроде бы травму. Но опытнейший Солдергрен, если отберется на Олимпийские игры, в любом случае, эта сборная будет на первых ролях на Олимпийских играх, хотя, обратите внимание и сравните статистику в этом сезоне, в десятке сильнейших, если швед какой-то появляется, в дистанции, либо в спринте, ну, спринте почаще, там и Петерсон с компанией, с Йонсеном все-таки почаще появляются, то это уже большая радость для сборной команды Швеции, для ее руководителей, но, тем не менее, главная цель Олимпийских игр, и на нее именно сделаны ставки. Сборная команда Швеции в этом отношении женская чуть лучше, и прежде всего усилиями Шарлотт Каллы, ну, а здесь, конечно, в спринте очень здорово. Ида Ингемарс, Доттер накатывает на финиш. Еще одна шведка Стина Нильсон на четвертой позиции. Вандерграф на второй позиции, Инглитфлюкста Тойсберг должна быть третьей зацепиться в этом паровозе, третьим вагоном должна, да, так и есть, шестой номер на груди этой норвежки, и пошли разбираться. Лоурен Вандерграф, небольшой сбой произошел у нее на этом скате небольшом, но сильно не потеряла. Инглитфлюкста Тойсберг пытается включиться, пытается одновременными ходами пойти, но и Денгемарс, Доттер, и Лоурен Вандерграф, не отдают, не отдают. Два места, два места в финале. Примые путевки за Лоурен Вандерграф и Ида Ингемарс, Доттер. Результат нужен нам Лоурен Вандерграф, и, соответственно, шведская прима спринтерских баталий, пока фодфиниш стоит напротив этих фамилий. Здесь, конечно, непринципиально, кто из них будет первым, поскольку нам важнее результат. Узнать результат, а, соответственно, понять, попала и в следующую стадию Денис Херман. Я думаю, что попала. Результат, опять-таки, вспоминая готовность Кикен Рэндалл, и ее феноменальные данные, и то, что она успела передохнуть, не участвуя в тур-дески. Это, конечно, говорит об этом. Хотя нет, совсем немножко, совсем немножко проиграл полуфинал Вандерграф и компании, полуфинал Кикен Рэндалл, считанные десятые секунды. И в итоге Денис Херман и Инглет Флюкса Тойсберг отбираются в финал, в главный забег дня, в качестве лаки лузеров по времени. Селин Брюнли, многовато ей не хватило, ну и, конечно же, Энни Ойберг тоже далековато. И на ваших экранах состав финала. Вандерграф, Рэндалл, Ингемарс, Доктор, Вейрих и Ойстберг и Херман. Лидер Кубка мира и вице-лидер в одном флаконе. Смесь гремучая. Ну что же, а мы переключаемся на полуфиналы мужские. И здесь поболеть-то сборной команды России, но ее поклонникам, конечно же, есть за кого. Да что ж такое-то, что ж за жребий-то такое у нас? Четыре россияльные, три из них попадают в один полуфинал. В общем, подвод хотя бы не разделить. Ну да, это судьба, и здесь, конечно, роптать на жребий нет никакого смысла. Так или иначе, расклад именно таков. И состав первого полуфинала. Сергей Устюгов, победитель квалификации. Эрик Брансдалл, Норвегия. Федерико Пеллегрино, Италия. Уловигин Хаттестад, Норвегия. Никита Крюков, Россия. Николай Марилов, Россия. Позевывает еще лидер наш. Лидер на текущий день в спринтовской кампании. И еще раз повторюсь, друзья, напомню для тех, кто только, может быть, включился или включился не с самых первых стадий плей-офф. Вот этот парень из Ханты-Мансийска вырвал у второго в квалификации чумовое количество времени. Три с половиной секунды для километра и шестисот метров. Это целая пропасть. Это трамвайная остановка. Это, я не знаю, это маршрут самолетный. Все, что угодно. Как хотите, называйте, но это действительно просто невероятно. Такие секунды, которые показал Сергей Устюгов, они действительно заставляют поражаться. Никита Крюков. 27-й стартовый номер. Тактически здорово. Разложившийся в четвертьфинале и Николай Марилов. Николай Марилов, для которого тоже этот сезон складывается не самым лучшим образом. Но не будем забывать о том, что Николай готовился в составе команды-перевозчиков Олега Растовича. А эта бригада подводится будет, естественно, к Олимпийским играм. И по результатам прежде всего Максима Валикжанина и компании это можно проследить весьма легко. Другое дело, что Марилов попадет ли на Олимпийские игры, для него принципиально отобраться. Так. Кто-то у нас тут тоже с нервишками не в ладах. И кто же это любопытно посмотреть на повтор. Ушники Копелли. Да-да-да, итальянский гонщик в полуфинале пока не сдюжил. Не сдюжил с нервишками. И это говорит о том, что на взводе итальянец. Прекрасно понимает, что для него сегодня очень многое решается. Кико Перелек, кстати, в хорошей форме подходил к этому этапу Кубка Мира в Новоместо. Был четвертым и вторым на этапах турдески, в которых он принимал участие. Маленький бегунок, юркий. И для него без разницы абсолютно по какой трассе бегать. Будь она мягкая, разбитая, будь она жесткая. Вот немножко он не прогадал, не попал, наверное, в тактическое русло. В Азиагу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это у кого-то из норвежцев. Кто же это? Хаттестад десятка. А некому дать. Нет, тут же все-таки подключились быстро. И пошел-пошел, дабы не отпустить. Благо спуск впереди. Ногами отработает. Палку наденет. Все в порядке будет. Я думаю, что ничего еще для этого норвежского спринтера. Экс лучшего спринтера мира не потеряно. Но оттащит на себе эту компанию честную Эрик Брансдал. Так вот Федерико Пеллегрино. Четвертый и второй результат на турдеске показал. В Азиагу. Чуть-чуть он прогадал со смазкой, когда все гонщики выступали. На так называемых новаксах. И работали одновременными ходами на коньковых лыжах. Кико Пелле решил не искать добра от добра. Прокатившись весьма неплохо. Результат в первой пятерке он показал в квалификации на классических лыжах. И решил также выступать и в плей-офф. Но буквально в следующем же, в первом этапе плей-офф его съели, размолотили и выбросили. Ничего от него не оставив. Остались только, что называется, рожки да ножки. И поэтому Кико Пелле тогда никуда не попал. Остановился на стадии четвертьфинала. Эрик Брансдал на первой позиции. Российская Акула. Под именем Сергей Устюгов на второй небольшой просвет. У них уже между ними есть. И это говорит о том, что у норвежцев прекрасно работают лыжи. Кико Пелле на третьей позиции. Еще два россиянина Марилов-Крюков. Четвертым-пятым идут Ула Вигенхат-Тестад. Небольшой просвет все-таки имеет, но подкатывает. Подкатывает. Разбитая уже серьезно трасса. Здесь искусственный снежок, искусственная подушка подразбита. Пошли включаться в этот подъем. И пошел мощно катывать. Какие пружины вы посмотрите, как стоящего проходит сейчас Брансдала. Российский спринтер Универсал Сергей Устюгов. Ой-ой-ой, какие пружины мощные у него в ногах сейчас заведены. Кико Пелле пытается ответить. Прорывается и дистанционная мощь. Проявляется во всей красе у Николая Марилова. Крюков пока где-то далековато. Далековато Никита, но он тут же рядышком встает. Пытается встать за Кико Пелле. Красномаечный россиянин на первой позиции идет, естественно, Устюгов. Как же здорово влетел он в этот подъем. Одновременным, одношажным, под каждый шаг, как любят говорить на сленге, лыжники под каждую ногу. И последние поворотки Купелле в спину срабатывает россиянину. Эрик Брансдал и пытается 21-й номер. Николай Марилов на внутренний радиус выскочить, протиснуться между итальянцем и Эриком Брансдалом. У Брансдала резкости не хватает. А Марилов-то вы посмотрите. Ой-ой-ой, как здорово финиширует Николай. Ох ты, классно, молодец. Но чуть-чуть ему все равно не хватает. Устюгов выигрывает. Устюгов продолжает единички коллекционировать. Первая квалификация. Победа в квалификации. Победа в четвертьфинале. Победа в полуфинале. Купелле и Устюгов напрямую в финале. Эрик Брансдал ожидают результата следующего полуфинала. Марилов-четвертый, кстати, тоже имеет шанс пробиться дальше. Никита Крюков, увы, пятый. И никуда Никита не попадает. Тяжеловат. Тяжеловат по-прежнему олимпийский чемпион Ванкувера. И неоднократно он сам об этом говорил. Грамотный спортсмен. Очень мудрый. И в нужный момент закрывается от ненужных контактов. И от прессы, и от других каких-то вещей. Если чувствует, что это ему помешает в концентрации и подготовке к предстоящим стартам. Ну, а Устюгов, конечно, просто невероятен. Дай бог, чтобы этой же прыти, этой же мощи хватило ему и на финал. Но так мощно проходить, так разгребать этот искусственный снег просто невозможно. Честно сказать, невозможно. Но Сергей молодец. Сергей, который слегка повздорил с наставником спринтерской сборной Юрием Михайловичем Каминским. Ну, сложно назвать это вздором. Так, чуть-чуть перепалка небольшая была. Он зацепился за слова Юрия Михайловича Сергея, сказанных на Красногорке. Но в итоге все обошлось, и дай бог, чтобы никаких перепалок не возникало в команде. Ну, по моглости, может быть, что-то сказал. Где-то, может быть, чуть-чуть неправильно его расшифровали Сергея. И вот так вот получилось. Но я думаю, что Юрий Михайлович понимает. И сам Сергей понимает прекрасно, что, в общем-то, ничего плохого сказать не хотел. Не тот, не другой. Поэтому самое главное сейчас внутренний коллектив, внутренняя атмосфера должна быть на самом, что называется, высоком уровне. Без каких-либо дрязг. Все должно быть хорошо, тепло и спокойно готовиться к Олимпийским домашним играм. Следующий полуфинал Марти Юли, Алексей Петухов, Теодор Петерсон, Финн Хаген Крок, Сирил Миранда и Антон Линблат. 29-й. Сирил Миранда один из тех, кто в квалификации смотрелся не лучшим образом. Кстати, и Крюков, и Петерсон, и Хаген Крок, и Миранда в третьем десятке. В итоге замыкали его. Но, тем не менее, на полуфинал добрались, как минимум. Поехали! И попытался сразу... Так, а что ж такое-то? Интересно, а что это Финн Хаген Крок сейчас исполнил на старте, когда положено... Он сразу начал... А, зацепился здесь за что-то, понятно. Понятно, да. Я-то думал, что он сразу начал свободным стилем, а сдали нервишки у Марти Юля. У финского выдумщика большого Балагура. Сейчас пока с нервишками не все в порядке. И поехали! Последний полуфинал на сегодня. Старт ему дан. И посмотрим, что же здесь у нас в итоге случится. На первую позицию Теодор Петерсон. Тео Петерсон выкатывает 20-й номер у еще одного шведа Антона Линблада. 29-й, напомню, Серил Миранда. Финн Хаген Крок, 28-й. И Алексей Петухов, 3-й. Марти Юля... Алексей Петухов, 5-й. Марти Юля, 3-й. Петухов на пока последней позиции. Следом за Линбладом. Но Алексей также четвертьфинал начинал. И ждет, ждет своего часа. А его час настанет буквально через один подъем. В этот небольшой тягунок вкатят. А далее уже будут разбираться как раз таки на том мощном рывке, где укатывал от своих соперников дважды подряд уже Сергей Устюгов. Сергей Устюгов, который предпочитает быть универсалом, который не хочет зацикливаться на спринтерских баталиях, только исключительно. И в дистанции неплохо себя ощущает. Но, тем не менее, сибирское здоровье позволяет ему действительно, несмотря на юный возраст, выступать. Так загопался Марти Юля немножко. Чуть-чуть не зацепил за собой вместе Алексея Петухова. По всяком случае застопорил россиянина. И уже просвет есть серьезный. Сработать сейчас нужно Алексею в спину. Но в фину, а там разбираться. Вот этот самый подъем начинается прямо сейчас. Алексею нужно протиснуться как можно выше. Как можно выше, но... Ой-ой-ой, как бы вот эта заминка не стоила ему попадания в следующую стадию. Во всяком случае, пока... Пока Алексей далековато. За спуск немножко подкатили. Но и вот этой вот своеобразной пробкой для него сейчас является преградой. Марти Юля пробиться дальше, пока Алексей не может. Пошел, пошел на внутренний радиус. Пошел мощно вкатывать. Включает ноги здесь. Ой-ой-ой, как здорово. Протиснется ли дальше Алексей на первую позицию, пока на третий, второй идет. Здорово, здорово пошел рабочим. Рабочим ходом проходит дальше и Нарвеж Софина Хагена Крога. Вот это да, просто невероятный, одновременный ход демонстрирует Алексей Петухов. Под каждый шаг влетает, так что вот она, прыть его. Петуховская мощь, известная нам по сезону 2008-2009 года во всей красе. Как здорово он подключал ноги, как здорово подключал руки и спину. Давит сейчас на все и готов просто феноменально. И это здорово. Это не может не радовать, пожалуй, лучший спринт за последние два сезона в исполнении Алексея Петухова. Даже несмотря на то, что как бы не закончился этот спринт, этот полуфинал. И в целом спринтовский сегодняшний день. Поехали разбираться на финиш Алексей Петухов. С первой позиции атакует Линблад. 20-й далековато, 22-й Тео Петерсон на второй позиции. И должны вместе со шведом далее выходить Алексей Петухов. Так и есть. Браво! Браво, Алексей Петухов с первого места в финале. Россиянин 2.58. И таким образом Эрик Бран сдал и Николай Марилов. Внимание! Николай Марилов. Да-да, выходит в следующую стадию. 2.58, 2.53 по времени. Айда Николай. Лаки Лузерская путевка уже номер два в его активе за сегодняшний день. Может быть, она чем-то приятным для него и закончится. Как для Никиты Крюкова в Ванкувере. В четверть финале, напомню, в Канаде Никита. Именно как Лаки Лузер прошел следующую стадию. А в итоге, что мы имеем? Мы имеем золотую награду и лучшего спринтера российской сборной. Алексей Петухов. И дай бог, чтобы сил ему хватило. Во всяком случае, раскладывается тактически, стратегически очень грамотно. Не выкладывается, не выхолачивает себя на самом старте, на первых отрезках этого круга. Добавляет в нужном месте, а именно в подъеме, проскакивая своих соперников, точно стоячих. И в итоге он в финале. Возвращаемся в новое место, где сегодня стартовал очередной этап Кубка Мира по лыжным гонкам. Полностью спринтерские баталии в этот уикенд нас ожидают, дорогие друзья. Сегодня заканчивается уже, остались только финалы в индивидуальном спринте свободным стилем. Ну а завтра классические баталии в командном спринте. И тоже будет масса интересных мгновений, в этом сомневаться не приходится. И стартовый протокол финала женского. Лоурен Вандерграф, Кикен Рендалл, Ида Ингимарс, Доктор Гая, Вейрих Италия, Инглит Флюкстадт Оейстберг. Улыбчивая девушка, которая сейчас находится в потрясающей форме. Это можно проследить по ее результатам на тургуске. И Денис Херман, красномаечная немка Денис Херман, которая имеет возможность войти в историю. Я напомню, что 13 лет назад Эви Захенбахер Штилле, которая сейчас штурмует биатлонные трассы, одерживала победу в спринте. Больше немки не поднимались на высшую ступень пьедестала. И, кстати, единственной может быть, если вот эту майку красную сохранит до конца сезона Денис Херман, в истории лыжных гонок германских, станет той, кто поднимет над своей головой малый хрустальный глобус в зачете спринтовского. Серьезная компания сюда приехала, за исключением, наверное, Марин Бьорген, ну и тех гонщиц, дистанционщиц или универсалок, которые традиционно заявляются на спринт, но участвовавших в тургуске и решивших выдержать небольшую паузу, отдохнуть, восстановиться после изматывающей многодневки. Юстина Ковальчик, которая снялась после первого же этапа, после пролога турдыски, также сюда приехала, но квалификацию не прошла. Коньковый спринт для нее по-прежнему загадка и большая проблема. Пытается, старается что-то сделать Юстина, ищет себя, ищет нужную технику, нужные движения, но, как мы знаем, жизнь всегда дает человеку меньше, чем он от нее требует. И в этом отношении сегодня Юстина как раз-таки подтверждает это крылатое изречение. Для нее спринт закончился, не начавшись, по сути. Кикен Рэндалл тащит на себе Гайо Эйрих из сборной команды Италии. Гайо самая, пожалуй, динамичная спортсменка в этих стадиях плей-офф, и, пожалуй, между ними должна развернуться борьба, если не подключится и Денгемарс Доттер, который на третьей позиции. Но Денис Херман наелась, наелась очень сильно. Нагрузка тур-дески бьет по мышцам очень сильно, очень-очень мощно, и не дает возможность растолкаться так, как она может. Мертвым грузом, мертвым свинцом повисла на ногах тур-дески, и сейчас для немки принципиально пробиться выше, наверное, пятого места. Хотя пытается, пытается по внешнему радиусу протолкнуться дальше, но не получается. Совсем не получается, и Лорен Вандерграф здесь для нее препятствием становится. Но Кикен Рэндалл пошла включаться, а не проигравшая. В последних шести, в последних шести коньковых спринтах проиграла лишь две. И какой сумасшедший спорт выдает на финише этого подъема, создавая себе, по сути, победный золотой просвет. Ну а Денис Херман, если не расстанется с красной майкой, то, во всяком случае, очень-очень будет близка на следующем этапе Кубка Мира в Шклярско-Поримбо вернуть, по сути, заслуженную красную маечку, красный бип вот этой премии американских лыжных гонок спринта, прежде всего, Кикен Рэндалл. Да, нет у нее здесь серьезных соперниц. Будь это классика, Юстина Ковальчик бы подгрызла ей пятки лыж в любом случае. И Палок тоже. Была бы здесь Марит Бёрген и в коньке, бы она поддавила американку. Но на данный момент у Кикен Рэндалл здесь соперниц в Чехии нет. Рэндалл чемпионка. Чемпионка индивидуального спринта в Новоместо. Лоурен Вандерграф выцарапывает вторую позицию. И инкулет флюкстад Ойсберг по-прежнему с подиума спринтерского не слезает, начиная со спринтов тур-дески. Гайя Вейри, которая так здорово прошла все стадии. Плей-офф только четвертая. Денис Херман пятая. И да, Инги Марсдоттер замыкает шестерку сильнейших в этом финале. Лоурен Вандерграф, для которой вроде бы тяжело дался последний подъем, но сумела выскочить, сумела протиснуться, проскользнуть. Словно тень между итальянки Гайя Вейрих и Денис Херман. Но вот чуть-чуть даже Инглет флюкстад Ойсберг она оставила позади. На финише вырвала, выцарапала у нее несколько десяток секунд. И на второй позиции. На второй позиции с серебром. Ну а Кикен Рэндалл просто феноменальную дистанционную мощь показывает на финише. На выходе из этого подъема ушла, раскатила. Очень классно включила в нужный момент ноги. И вот здесь, кстати, по внешнему радиусу мы видим, как здорово прокатывает как раз-таки Лоурен Вандерграф. А Гайя Вейрих не хватило опыта подобной локтевой борьбы на финише. Да и резкости, пожалуй, тоже, которую она оставила в предыдущих стадиях плей-офф и в квалификации. Что касается общего зачета в малом, малого зачета Кубка Мира Спринтерского. Хит-трюк, как я уже сказал, и вы видели сами по красной майке возглавляет мужской. Ну а Денис Херман, красно-маячная, возглавляла как раз-таки женский протокол. Ингвель Флюкста Тойсберг, кстати. Ингвель Флюкста Тойсберг, которая была чуть выше, но приблизится она к Денису, но не подвинет ее. Кикен Рэндалл и вовсе шестая была. Говорил я, что пятая, она и того шестая. Шестое место откатилась, но здесь Устина Ковальчик ее опережает, Анна Киланин и Марит Берге. Соответственно, Кикен Рэндалл, поскольку эти девушки не принимали участие, точнее Киланин и Берге не принимали участие, а Ковальчик вылетел в квалификации. Рэндалл будет выше как минимум в тройке, а то и на второй позиции. Кикен Рэндалл По поводу гонки, как-то себя чувствовала. Да, все нормально, готово очень неплохо и дышала сегодня, бежалась нормально, но были определенные проблемы в квалификации. Летки, там были шаги везде, так что я была гоняя по всей линии. Поздравляю за вашу первую победу сезона. Спасибо, 2014! Для нее, в общем-то, для Кикен тоже стало сюрпризом, что с таким преимуществом она финишировала в финале и такую уверенную победу одержала, учитывая, как здорово были готовы соперницы по полуфиналу и четвертьфиналу. Ну что, друзья, вы готовы вкусить самое, пожалуй, приятное сладкое блюдо лыжегоночного пирога, лыжегоночного стола, я бы так сказал, финала спринтерских баталий с участием аж даже троих россиян. Сергей Устюгов, Алексей Петухов и Николай Марилов, три россиянина. Им противостоять сегодня будут Эрик Брансдал, Норвегия, Теодор Петерсон, Швеция и итальянец Федерико Пеллегрино. Ожидает нас очень хорошая сеча. И нечто похожее мы могли с вами наблюдать в Давосе, за исключением того, что Никита Крюкова тогда из финала не пробился. Ну и дисквалифицировали его за непонятную трактовку правил, которую преподнесли судьям норвежские тренеры. Но в любом случае, то, что случилось, то случилось. И трех россиян в финале мы так и не увидели. А вот Алексей Петухов там был четвертым и показал результат как раз-таки отборочный, квалификационный олимпийский Сергей Устюгов именно в Давосе. Именно там он застолбил за собой путевку на олимпийские игры, на индивидуальный спринт. Алексей Петухов, сборная команды России. Алексей Петухов триумфатор 2008-2009 годов сезон. Сергей Устюгов, у которого потрясающее настроение, постоянно улыбается. И это было видно и на Красногорке. Человек, которому абсолютно без разницы, где выступать. Горы это, не горы, равнина. Какой климат? Слякоть, дождь, холод. Все равно абсолютно. Это сибирское здоровье позволяет ему сносить все тяготы и лишение тренировочного процесса, соревновательного. Без каких-либо серьезных проблем. И очень хотелось бы, чтобы та мощь, та сила, которую он демонстрировал в квалификации. В четвертьфинале и полуфинале осталось и на финал, где он, в общем-то, разделывался и разделывался бы со своими соперниками, как он разделывался с ними на предыдущих стадиях. Николай Марилов. Николай Марилов, для которого текущий спринт уже лучше в текущем сезоне. И это не может не радовать. Николай Марилов, готовившийся в составе дистанционной команды, готовящийся на протяжении последних трех сезонов, не всегда все получалось у него, но, тем не менее, определенный пик своей формы он выходил регулярно в каждом сезоне и показывал весьма неплохие результаты и даже одерживал победы. Ну и понеслась. Последний забег на сегодня. В новое место индивидуальный спринт. Коньковый стиль. Поехали. Три россиянина. Сергей Устюгов, Алексей Петухов и Николай Марилов. Противостоять им будут вот этот парень в красном комбинезоне. Эрик Брансдал. Эрик Брансдал. Следом за ним Тео Петерсон и Кико Пелле. Федерико Пеллегрини. Пеллегрино. Три иностранца против трех россиян. Пока на первой позиции Сергей Устюгов. Следом за ним Николай Марилов. На последней позиции Алексей Петухов. Как всегда верен своей тактике. Избранной на первой стадии этого плей-офф в четвертьфинале. И по-прежнему идет на последней позиции россиянин. Чемпион мира в командном спринте Вальди Фьеми. Пошел, пошел Алексей включаться, чувствуя, что добавляют. Ну а что касается Устюгова, этот хантамантийский парень сегодня неудержим. Пошел вкатывать очень мощно в этот небольшой подъем. Его пройдут, а дальше будут разбираться. И обратите внимание, если дай бог, чтобы хватило сил и у Устюгова, и у Петухова, и у Марилова. Но прежде всего, конечно, у Петухова с Устюговым. Как они мощно пролетали своих заперников в этот подъем под каждый шаг. Такое ощущение, что дистанционную работу провели просто феноменальную в сезоне. Но так оно на самом деле и было. Дистанционный трафарет на подготовку спринтерскую был наложен. Уклон был сделан очень серьезный. И Юрий Михайлович Каминским, и Михаил Толгатовичем Девятьяровым. Поскольку учитывали и весьма непростой рельеф в Сочи, Олимпийского круга. И весьма непростой климат там. Большую влажность, которая бьет по легким очень сильно, не позволяя максимально быстро доставлять кислород к мышцам, да и качать кровь сердцу тоже. На сердечно-сосудистую систему нагрузка весьма серьезная. Петухов уже едва ли не на первой позиции пошел включаться Устюгов. Но пропустить его здесь так просто не получится, естественно, ни у кого. И едва ли не на одних руках сейчас вламывает в эту гору Сергей Устюгов. Два россиянина, первая, вторая позиция должна быть. Но как? Или неужели сдался уже здесь? Эрик Бран сдал первая, вторая позиция у россиян Петухов-Устюгов. Ну какой же, как здоров. До чего здоров дьявол, вспоминая эту фразу из известного фильма «Лешкина любовь». До чего же здоров дьявол этот Сергей Устюгов пошел. Пошел укатывать от подъема Кикопелли на второй позиции. Петухов третьим идет. Два россиянина, богат тройки сильнейших. Марилов на шестой позиции. Увы, просвет есть между двумя группами, между двумя тройками. Сергей Устюгов пилигрино. Пилигрино пошел на внешний радиус. Петухов на внутренний. Эту калитку он использует, открытую итальянцам. И хотелось бы, чтобы два россиянина были сегодня на первых двух позициях. Пошел включаться Петухов. Устюгов должен выигрывать. Устюгов! И браво! Как же здорово! Петухов третий. И вторая путевка вакантная. Должна доставаться Алексею Петухову. Именно он должен выступать в коньковом спринте на Олимпийских играх. Я думаю, что эта проблема решена для руководства Федерации лыжных гонок России. Но Сергей Устюгов просто нереальный спринт сегодня провел. Что этот парень творил? Дай бог, чтобы у него такая форма была в Сочи. Так же мощно, как Питбуль, раскидал он своих соперников на трассах Кавказских гор. Изначально вроде бы отданный словно ягненок на заклание этим богам спринтерских баталий. Сергей Устюгов не согласился с этой ролью. И в итоге ягненками для него стали как раз таки его соперники. Улови Генхаттестат, где он сейчас? Даже в финале нет. Эрик Брансдалл за пределами тройки сильнейших. Алексей Петухов в итоге третий. Два россиянина на подиуме сегодня. И традиционный так называемый мини-круг почета. Тройки победителей, тройки призеров. Кико Пелле, Федрико Пеллегрино, сборная команды Италии. Сергей Устюгов чемпион и Алексей Петухов. Как же здорово провели этот спринт наши парни. И действительно, те, кто показывал наиболее качественную динамику во всех стадиях, те и оказались выше других. Я имею ввиду Устюгова и Петухова. Петухов, который проскакивал словно курьерский поезд своих соперников, оказался третьим. Чуть-чуть ему не хватило до Кико Пелле. Ну а Устюгов где-то невероятно. Откуда у этого хантамантийского дьявола столько сил просто поверить? Невозможно в то, что он сотворил. Был первым в квалификации. Безоговорочно одержал победу в четвертьфинале. В таком же стиле провел полуфинал. И в идентичном же стиле провел и финал, одержав победу. Кико Пелле доволен, счастлив. Прекрасно понимая, что сегодня он состязался с человеком из совсем другой лиги, с другой планеты, из другого измерения. Ну что, с Устюговым удастся нам поговорить? Или же все-таки не успеем? Ну, хотелось бы, как и с Кикен Рэндалл. Любопытно, что скажет победитель. Итак, тройка призеров спринта индивидуального, свободным стилем в новое место. Этап Кубка мира, лыжные гонки. Сергей Устюгов, сборная России, Ханты-Мансийск. Кико Пелле, Федерико Пеллегрино, Италия второе. И Алексей Петухов третий результат показал. Ну, а, естественно, завтра, дорогие друзья, завтра в 14.30 по московскому времени, это среднеевропейское вам представлено, командные классические спринты. И мы вас ожидаем у экранов телевизоров Евроспорт 2, включайте, настраивайте. Будет интересно. Команды у нас подбираются сумасшедшие. Я думаю, что Петухов должен выступать, естественно, с Устюговым. Ну, и, может быть, какие-то другие будут варианты. Андрей Романов для вас работал, друзья. Спасибо за внимание. Еще раз всех с победой. Счастливо!